Продолжение следует... 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 так себе, да? Благодарим батюшка. Слава Богу. Вы вопросы задали так, как было, Владыка Евтихий, царство ему небесное. Хороший был Евтихий. Мы ездили в Рубсос, а там было человек девять таких прихожан. Они раньше были ИПХ, то есть они не признавали там ни какие паспорта не брали. За это несколько срок сидели там они. Марфа, по-моему, на два срока отсидела, это Валентинина мать. Тунеянцы. Они нигде не работают, но на эту власть мы работать не будем нигде. Их садили. Вот мы приехали, Владыка, туда. Ну они тоже за столом потом, он говорит, вопросы. Ну а все задают вопросы такие, как, ну что готовится, как похороном готовится? Неплохую. Да. Куда, как ногами выносить там, где крест ставить в голове или в ногах. По салуне или против салуне, да? А потом поехали, он говорит, как хорошо, говорит, здесь в Урсовке, такие вопросы все, ну как у вас начнут задавать, говорит, ой, говорит, а что? А там все вопросы такие. Вот канал Спас. Хорошие, бывают старые фильмы показывают, старые фильмы такие, ну благопристойные, скажем так. И вот там есть программа всегда, прямая линия, задают священнику вопросы, ну и большинство вопросы, почти все, точно такие же, как в Урсовске. Вот задают, где там, что там, как в храме мне, как за поклоница, как свечки там, что-нибудь такое. Развод как устроить? Да, вот такое все это больше. Чтобы из священного писания завод, как понимать вот это? Ни разу я не слышал этого. Чтобы этого не было. Или у них так это уже там устроено, что только так, чтобы как бы не касалось никого, не задеть, наверное. Сейчас войну они там обсуждают постоянно. Ну а войну что, не обсуждают, обсуждают и все. Если они обсуждают, сейчас было, значит, конференция Путина, там 4 часа и 4 минуты отвечал на вопросы. Вопросы всякие. Некоторые вопросы были такие, видать, как бы для смеха или что там это еще. Вдруг выступая из Петербурга, я вот это... Скажите, Владимир Владимирович, сколько у вас двойников? И говорит голосом Путина. Путин же улыбался, так говорит. Конечно, говорит. Как мое лицо и моим голосом. Я, значит, как он сказал, не предлагаю, а лучше говорить буду только я. То есть... Предлагаю так говорить. Да, не лезьте лишнее там что-то. Там еще видео было. Ну да, видео. Вот как сидит как будто. Да, 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 видео там было. Видео. И интересно, вопросы какие задавали, еще вопросы задавали раньше. Вчера, говорит, утром задали вопрос там, что-то там не было там с дорогой или что-то. Сегодня, говорит, к вечеру уже, говорит, там работают, техника все уже... Уже делаю. Сразу. Ну, такие. Батюшка, это искусственный интеллект вопрос был. Про искусственный интеллект. Ну да. Это же непонятно. Он и говорит, чем закончится, не знаю. Но мы будем идти тоже вперед, там, побыстрее всех. А там дальше видно будет. Вот они... Что там, но они там, не поймешь, что они были. Что там делается? Ну, делается, идет, значит. Цель поставлена, должна быть выполнена. Вот и все. Наше дело какое? Молитесь, чтобы Господь управил. Я был к ним на приходах. В некоторых приходах, батюшка молится, там, обоих, хранимых в стране нашей, российской президенте его, Владимире. Господи, значит, молятся. Прямо так вслух восклицают. Но я только правителе говорю. А, нет, нормально. Вот это. Я говорю, спасибо. Нет, это всегда, говорит, допустим, было в царское время, там, переселяла вся царская семья, за киний, там, император, императрица, цесаревич, там, и всю его семью поминали за это. За литургией, вслух всегда поминают. Я был, когда в Австралии, в одном приходе слышал, как поминают королеву. За благослужением королеву поминают. То есть она, как бы, Австралия, не колония, но, что значит, как бы, федеральный округ, что ли, этой Англии. А их нигде не видно, что они не выступают. Нет, чтобы где-то австралийский премьер-министр был, там, или президент, нигде нету. Они в одном, так как, они нигде нету. Нет, у них есть премьер-министр, есть в Австралии. Президент, Канада, еще ряд территорий, которые самостоятельны, но королева считается главой государства. 13 государств, которые лично принадлежат ей, в том числе и Австралии. Да ее уже нету, все. Она на нем... Нет, ну она нет, другая есть, в хорошем, все равно, там, это Сахаринский. Ну, ладно, что. Батюшка, так подождите, подождите. Меня еще раз. Вот вы так что-то о морозе рассказали, посмеялись немножко. У вас там пальмы, что ли, разрослись, потеряете? Да почему пальмы? Когда у нас тут было минус 35. Я не к тому сказал, что у нас было 35. Ну, мы привыкли к этому. Переносим-то мы легче, чем человек, который приехал, там, допустим, вот, где этого нет мороза. Ну, а у нас там мы, мы, мы с детства уже, как бы говорится, привыкли к этому. Мороз нашел, мороз, мороз. Было 45 градусов мороз, помню. 47. Я когда в 15-м не исполнилось, я 7 классов закончил, отец, иди учиться в город. Я говорю, я не хочу учиться. Отец все хотел, чтобы из нас кто-то был каким-нибудь великим там... Начальником. Начальником, да. Министром, может быть, где-то, или что. Я не пойду учиться. Ну, а не пойдешь учиться, иди в холкоз мантулить. Мантулить. Ну, что, в 15 лет я, ну, с кем-то, сейчас некого даже показать, какой я был-то там. Клявенький, да? Ну, что, пришел мантулить. Мне дали воду возить с пруда зимой на телятник. Бочка деревянная такая. Вот надо приехать из пруда, начерпать эту бочку полную в это. А я утром приду запрягать, когда лошадь, а мороз там уже 40 градусов. Супони не могу затянуть, кому-то эта, дуга-то размерзла. Я ревусь, и руки замерзнут. Подходит сосед был, Коля Серебреньков. Все, распустил сопли. Раз, а он безруковисть берет, затянул мне все, завязал. Ну, я поехал, значит, это. Если обольюсь водой, иду, как рыцарь. Ответственные были, да, в работе? Да, должно быть, как-то, если не только телята, что-то, это навозить надо. Не хочу, было такое слово у вас? Да ну-ха, а с нового года меня повысили, скотником поставили. Скотником. А какое это, это же надо 3 метра высотой, 3,5 силы выбрасывать из этого. Ну, ну, у меня силы-то нет никакой там, какая была. У меня вся наверху, я на сане накладывал. Ну, они меня брали. Да, в поле за сеном ехать надо. Мороз такой же, или пурга, надо ехать. Вот, за фермой назначают, там, так, поедет, и ты, ты, и Леня Белоносов. Он говорит, не надо нам Лене, дайте нам лучше и кимку. Я хоть на воду топчусь, но, видно, что я стараюсь, и не так, но им не обидно. А тот такой был, он лениевый, так ему поверняются, там, это, и мужики не любили. Вот. Мороз 30-35 градусов, едем в поле, сено накладывать. Ну, оденешься, естественно, там, в валенках, рукавицы, никогда этого не было. Ну, какой это сейчас мороз? Сейчас таких морозов-то и нету. Вот на дороге была, ездит дорога, накатанная этими, лежат конские катышки. Так вот, смотри, он говорит, раз, как подпрыгнет в катышок этот. Воробей летит, хоп, упал, готов. Воробьи на лету замерзали. Было такое, ну, было, были такие морозы сильные. Мы на пешке сидим, смотрели, вдруг, как граната, как разогрется, дом был у нас, это, из бревен какой-то, углы. В лап, да? Да, углы трескались от мороза, как бахнет-бабахнет, как это было. Ну, а сейчас какой-то мороз там, 35, ой-ой-ой, какой мороз там. Ну, я послушался, я послушал, не поехал, ладно. Батюка, у всех японские машины жили. У нас есть, уже не нет машины, вот ях она в ремонте. А я говорю, Игорь, я этого не мог завести, там. Ну, а глушков там его не вытащишь там, он. Поэтому пешком не дойду. Ну, конечно, еще пешком. Не дойду пешком, не поехал. Батюка, аккумуляторы замерзают на машине, вот смысл-то есть в чем. Поэтому мы вас попросили уж, пожалуйста. Да нет, не надо. Я лично вам благодарен, вот, очень сильно. Да, конечно. Спасибо, Христос, батюшка, что вы остались. Так не охота мне машина. Звони, батюшки. А вы что, саркофаг сразу сделайте, запечатайте и все. Не, не, нормально все. Мы считаем, ничего не сбился, никакой график. Слушай, иди сюда. Все, занимайтесь дальше. Батюшка, приезжайте в любое время, мы встретим вас. Ладно, хорошо. Сегодняшнее чтение. 23-го и 9-го. Ага, отлично. Послание к Колосинам, святого апостола Павла. Глава 1, стихи с 12 по 15. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Стих 12. Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского. Имея намерение обвинить их, что неправильно поступают в деле учения, он сначала говорит ласково, чтобы не показалось, что он обвиняет их как враг. Поэтому, сначала сказав, я молюсь за вас, да дарует вам такие и такие блага, что совершенно не свойственно врагу. Теперь говорит, с радостью благодарю за те блага, какие вы имеете. Посему не по вражде обвиняю вас, а по любви. Я даже желал бы постоянно хвалить вас, но необходимость заставляет меня порицать. Так поступает он их в посланиях к Коринфянам и незаметно приводит их к слову о сыне. Ибо если я с радостью благодарю, значит вы обладали великими благами. Но их даровал владыка, сын, а не рабы, ангелы. Почему же он сказал, благодарю с радостью? Потому что и в печали возможно благодарить, как благодарил Иов, хотя и находился в скорби. Господь дал, Господь и взял. Иову 1.21 И пусть никто не говорит, что он не был уязвлен скорбью, потому что в таком случае уничтожил бы и похвалу его, если бы он нечувствительно переносил это. Он скорбел, но не был подавлен. Сколько, говорит, дано, что вы не только стали богатыми, но и получили силу и способность явиться достойно получившими такие дары. К примеру сказать, царь поручил человеку небольших дарований, какое-либо начальствование. Достоинство он дал бы, но не сделал бы его способным к достойному отправлению его. В таком случае честь эта часто подвергала бы его осмеянию. Но Бог и чести удостоил нас и сделал способными к принятию ее. Сугубая же честь, что сделал нас способными к принятию дара, поставившего вас со святыми и не просто, но представившего вам наслаждаться теми же благами, что и обозначает слово участие. Ибо можно жить в одном и том же городе, но не иметь одинаковой доли. И опять, можно участвовать в одном и том же наследии, но не иметь той же самой доли. Как, например, мы все имеем одно и то же наследие церкви, но один имеет одну долю, а другой другую. Но здесь и наследие удостоил того же самого, и части той же самой. И везде употребляет слово «наследие», дабы показать, что как наследие зависит не от человеческого страдания, а больше, кажется, от счастья, так и мы, не за добродетели, удостаиваемся царствия, но все зависит от божественного дара. Посему, когда, говорит, исполните все повеленное вам, говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. От Луки 10, 17 Во свете, и будущем, и настоящем, то есть познании, ибо и теперь просветил нам, открыв тайны, а в будущем еще больше откроет. Тринадцатый стих Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного сына своего. Толкование Не то только важно, что удостоил нас царствия, но и то, каковы мы прежде всего. Ибо ни одно и то же достойным что-нибудь давать и недостойным, о чем я, о чем и в Писании к римлянам говорит. Едва ли кто умрет за праведника. Римлянам 5, 7 Итак, он избавил нас, находящихся под властью тьмы, то есть заблуждения и тирании дьявола. И не сказал просто о тьмы, но от власти тьмы, ибо он имел великую власть над нами и господствовал. Конечно, тяжело находиться и просто под дьяволом, а под дьяволом со властью еще тяжелее. И не сказал вывел, но избавил, показывая, что мы, как пленники, томились. Великое дело и от тьмы освободить, но ввести еще в царство – это гораздо больше. И непросто, но с тем, чтобы мы царствовали вместе с сыном возлюбленным. Мы – враги и находившиеся во тьме. О чем и в другом месте говорит, если терпим, с ним и царствовать будем. 2 Тимофею 2.12 И не сказал – перенес, ибо тогда все принадлежало бы перенесшему, но ввел, переместил, так, чтобы здесь нечто принадлежало и нам. Речением этим он показывает, что для силы Божией так же это легко, как кому-нибудь перенести воина с одного места на другое. Стих 14. В котором мы имеем искупление кровью его и прощение грехов. Толкование. Дабы ты услышал, что Отец избавил нас, не подумал, что Сын не явил ничего благого, Он говорит далее, что Сын даровал нам очень многое, ибо Он источник того, что мы приведены в царство, так как Он даровал нам искупление, то есть оставление грехов. Ибо если бы мы не были избавлены и освобождены от них, мы не были бы введены в царство. Таким образом, Он проложил нам путь к дару Отца, совершенно избавил нас, чтобы мы не пали потом и не сделались смертными, как причастные греху Адама. Итак, если Сын избавил нас, то Он и привел в царство. Как же вы приплетаете тут ангелов? Заметь также, что выражение, в котором, относится к Сыну. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Послание к Колоссинам сегодня прилично озаглавить послание к православным старого и нового обряда. Просто молиться, просто молиться Христу Колоссини не умели. Нам трудно сказать, какими словами толковал это послание блаженный Феофилак, но по-русски переводчики нашли очень оригинальные слова, встречающиеся в обыденной речи. Когда человек говорит, что попало, ему не верят и говорят, плетешь, что не нужно. Это о православных Колоссинах. Просто обращаться ко Христу считается неприличным. Написаны сотни акафистов, идут бесконечные канонизации. Психоз канонизации валом катит по объюродившей Руси. Всем хочется иметь своего заступника из своей деревни. И каждому вопию «Радуйся! И не имамы иные помощи, окромя тебя!» У сегодняшних православных Колоссин отсутствует евангельская вера. А значит, о спасении говорить не приходится. У них, как у греков на Олимпе, одни боги и полубоги. И это все плата за отсутствие авторитета Библии. Каждый приплетает к своей вере то, что ему кажется справедливым. Книга Судей, 17, 6. «В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Живут без царя в голове и, предвосхищая суд Божий, решают, кто же будет стоять справа, а кто слева на страшном суде». Стих 15. «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари». Полкование. «Апостол выставляет здесь славу естества и величие достоинства единородного, который, говорит, есть образ Бога. Следовательно, точь-в-точь сходен, ни в чем не отличен. Нет меры для величия его, чтобы измерив, мог ты сказать, сколько не достает в нем по сравнению с отцом. Если бы он был образом как человек, то ты имел бы что сказать в этом отношении, потому что образ человеческий никогда не доходит до первого образа. Поскольку же он есть образ как Бог и Сын Божий, то есть образ Бога невидимого, совершенно сходный, очевидно, образ невидимый, образ видимый. Ибо у нас, когда искусство человеческое, часто погрешающее, делает изображение, оно не имеет полного сходства. Но где Бог, там нет ошибки, нет уклонения, поэтому там и полное сходство. Если же Сын не имел полного сходства с невидимым Богом, то что препятствует и ангелам быть образом Бога? Ведь и они невидимы. Однако ангелы никогда не называются образом Бога. И заметь точность Священного Писания. Человека оно именует образом Божиим и Сыном, но ангела никогда. Потому что в этом случае слышащие о высоте ангельской природы легко могли бы впасть в нечестие, подумав, что ангел имеет одинаковое достоинство с Богом. Но что касается человека, то малозначительность и ничтожество его охраняет нас от мысли о чем-нибудь подобном. Итак, сопоставь, единородный, будучи тем и другим образом и невидимым, тем, что есть образ, отличается от ангелов, которые хоть и невидимые, но не суть образы, а тем, что есть невидим, отличается от людей, которые хотя и сами именуются образом Божиим, но не суть невидимы. Он один есть совершенный и чуждый всякого несходства образ Божий. А если еще будут возражать Ариане, что образ не единосущен первообразу, то пусть послушают они Писание, говорящее, что Сиф есть образ Адама. Неужели же и он не единосущен Адаму? Итак, хотя искусственные образы не тождественны по существу, но естественные имеют вполне одинаковую сущность. Сказав, что он есть образ Бога невидимого, присовокупляет и это. Вот тут для Ариан большой соблазн. Так как, говорят, он назван рожденным прежде всякой твари, то он и есть первый из тварей. Но апостол не сказал первозданный, но перворожденный. Или ты дашь ему братьев, и он будет первенцем в отношении ко мне, лягушке, камню и тому подобным ничтожным вещам, и будет иметь одну сущность со всем этим. Ибо перворожденный, конечно, имеет одну сущность с теми, в отношении к которым он называется перворожденным. Но на твою голову обращается это хула, ибо безбожно так мыслить о несравненной славе Творца. Да при том, слово первенец употребляется в Писании совсем не в противоположность к последующим детям, а безотносительно, и значит перворожденный. Так и от Богородицы Марии он родился первенцем по плоти, хотя совсем не имел братьев вслед за собой, ибо он единородный и по происхождению от нее. Таким же образом и по рождению от отца он первенец, не в противоположность прочим тварям, но безотносительно, ибо он единородный и по горнему рождению. Итак, что же теперь говорить в опровержении подлежащего вопроса и в обличении мнения колоссин? Да мы не подумали, что он моложе ангелов, так как древние через них проводимы были к Богу, а теперь сказано, что он приводит к Богу, то он хочет показать, что сын есть прежде всякой твари. Каким же образом через рождение и так он и прежде ангелов есть и при том так, что он же и создал их. Итак, если ангелы и служили в Ветхом Завете, то это есть его устроение. И заметь мудрость апостола, дабы ты услыхав, что он прежде всякого творения не почел его безначальным, он наставляет тебя, что он имеет отца и от него рожден. А так как и он и все от Бога, то это самое показывает, что иное, то, что он произошел как сын от отца, а другие как твари, созданы этим самым сыном. Поэтому присовокупляет. Богу нашему слава веки аминь. Аминь. Аппаратчик пользуется тем, что я здесь. Еще попросить ваших молитвов, тех, кто смотрит нас, молитв, дочери и жене. Дочь завтра госпитализирует, там будет операция небольшая, но операция всякая, есть операция. Жену Надежду госпитализирует 19-го. Эндопротезирование коленного сустава будет. Так что помолитесь вот о них. Уже поедете 20-го. Будет завтра госпитализировать Настю, а во вторник госпитализирует Надежду. А Надежда здесь будет? В эндоскопии у нас в эндопротезировании. Еще помолитесь о рабе Виталии. Я писал в молитвенной поддержке, если кто не знает. Виталий Устинов находится на сегодняшний день в Мамонтовской больнице. Там футбол уже больше месяца продолжается. Я имею в виду так называемую спихотерапию. Спихнуть от себя куда-нибудь. Он лежал в Мамонтовской больнице, потом его выписали, отправили на консультацию в онкоиспансер. В онкоиспансере посмотрели, не нашли. Отправили в грудную хирургию, в грудную хирургию посмотрели, да у тебя по снимкам уже хорошо, езжай домой. Он поехал. А работает на таку, веет там зерно, холод, где-то зайти погреться, там мужики накурено, невозможно находиться. кровохарканье началось, так что такая ситуация. Надо его забирать. Я уже договорился почти на неделю, помолитесь, чтобы Господь устроил все по его святой воле, чтобы его перевели к нам в отделение пульмонологии, чтобы здесь разобраться, что у него есть. Температура высокая, кашель постоянный, кашель с кровью. Молитесь о нем, ситуация очень серьезная. Ну, еще кто у нас сегодня, не вижу, хотел спросить. Варилы зубы опять. Продолжают ставить импланты. Импланты, понятно. Очередной тоже поставили, там еще что-то с зубами. А Сергей мне созвонил, Люсь? Сергей заболел. Болеет, я позвонил ему, он просил молиться на него. Застудился, видать? Нет, у него там кишечные дела, но это неважно. Главное, что болеет. Болеет и просил молиться. Помоги, Господи. Роботов хотел спросить и нафу, но сдуло. Болеет, говорит, она сказала. Она болеет? Нет, они болеют, она сказала. Они болеют? Да, Нестора больничная, Иван идет на больничную, а у Фроси там все училище заболеет. на карантин. Болголовно, да. Ну, Так, ну, брата Николая, помните, постоянно, в его молитвах, чтобы Господь ему дал силу и терпение, принести это испытание, которое выпало на его доле. на рабе Надежды, естественно, его супруге, Надежда Ивановна, молите, все у нас. Он говорит, что есть, динамика положительная, слабая, но продвигается. Любовь Петровна, она просила, чтобы батюшка ее исповедовал сегодня, но раз нет, я вчера вечером позвонила, что отменяется. Она сказала, передай всем низкий поклон, я люблю вас всех и в хорошем таком настрое. Почему отменяется? Что отменяется? Батюшка же здесь. Ну, он сказал, на следующий раз. батюшка открывал, понятно. Ну, Антонин Савистианов в прежнем состоянии, да? Просто ее не отпускают сюда на службу. Так, кто еще у нас, кроме того? Я хотел сказать. Ну, давайте сейчас. Кто еще? нас никого не вспомнили, кто нуждается в нашей помощи. А где Игорь-то Светяков? Они же вроде были. Светяков в командировке. А, это не Игорь был, что ли? Он в командировке. А Юля сегодня работает. А, Ну, раз работает, значит, Лена Политыкина тоже, да, соответственно? Ну, заболела. Нет, там болела дочь у нее. Антолина ее болела. Ну, я думаю, все из-за того, что машина мезнет. Так, еще кто? Все вспомнили. Да, говорит. Я хотел сказать, напомнить сегодняшнее чтение, они совпадают. Первое, которое брат читал, Севастьян, ну, апостольское чтение, толкование это на слова Христа, говорят о Господе нашем Иисусе Христе, что Он наш Спаситель, Он нас ведет к Богу, приводит, дает мир на землю, посредник между Богом и человеком, вот так получилось. И сегодняшнее место Писания говорит об этих прокаженных, которых 10 было, и Господь их исцеляет, этих прокаженных, и они уходят. И один вдруг возвращается, и он самоленин оказался, ну, по-нашему, как бы сказать, как протестант. И он прибегает ко Христу, падает к ногам Его и благодарит Его. И вот тут вопросы начинаются. И он говорит, Вера твоя спасла тебя. А те, которые 9, они не спасенные, они не пришли? Они-то не пришли. Почему, говорит, не пришли поблагодарить-то? То есть, они иудеи оказались, те, и не пришли. Почему? Здесь идет речь о том, что вот этот, который самоленин, он в Христе Бога признал? Почему он пришел поблагодарить? Да нет, он, конечно, Бога не признал. Он веровал в Бога. Вот чего требует от нас Господь вот с самого начала? Веры в себя он требовал. Ну, и уверовали? Ну, конечно, нет. При горе Синай сделали тельца, пока Моисей 40 дней был. Даже брата Аарона совратили. Он должен был героем быть, а стал вот коллаборационистом. Но был прощен, потому что все-таки у него была великая должность пророка. Вот так вот. Это сам Господь ему ее выделил. И поэтому был прощен. И он пострадавший, там, видать, Ора убили еще. Больше нету нигде этого. Не встречаем после этого. Ну, то есть, там целая была революция. И Моисей, вы помните, вышел, и когда это увидел, все, разбил скрижали. А до этого Господь говорит, давай там уже ничего толку никакого, все совратились. Давай я всех истреблю, а из тебя садил ее праведный народ. И он встал в расселении, говорит, ты меня, меня, Господи, наказывай, только их не трогай. А потом, когда вышел-то со скрижалями, видит, чем они там занимаются, то радуются перед быком, этим пляшут, целуются, обнимаются все. А тут детишки, представляете, маленькие дети, они же на все это смотрят тоже. А перед этим клялись Господу, завет с ним, что будут хранить все заповеди, которые он даст им. И вот они, эти заповеди, еще не увидевшие, они уже были народом Божьим кощунственно оболганы, вот так, и не приняты. И дальше происходит там убийство, все это. Вот это вот с народом-то происходит все. И поэтому вера, это великий дар. И чтобы быть верующим, ну, нужно от Господа какое-то благословение, чтобы Господь призрил на тебя и дал тебе эту веру. Сами мы веру получить не можем. Ну, допустим, захотела вот у нас Агния, ну, без трудов просто веру. Сколько денег надо? Мама может заплатить? Сколько? Ну, да нисколько. Не может она ни мать за нее заплатить, ни она сама что-то такое даже сказать великое. Для этого нужно делать добрые дела. Тогда Господь презирает. И вот этот самарянин, мы видим вообще самаряне, помните, 4 глава Евангелия Атеана, когда Господь через самарскую территорию идет, и около колодези остановился, и самарянка пришла подчерпать, начали говорить, и она начала говорить о духовном, что мы очень редко видим. То есть самаряне, они искали веры, вот в чем дело. А иудеи, помните фильм «Скупление», когда там Захария старичок, ну, что ты нам говоришь о наших грехах? Я как бы, как он говорит, старенький, ну, ведь мы народ Божий, мы, нас Господь избрал. Ну, и что, что грехи, нас Господь избрал. Так нет, оказывается, нет, не это. Нужно искать Христа, идти к Нему. И тебя тогда Христос поведет к Богу, а Бог увидит, что ты уверовал в Сына Его, и следуешь за Сыном, и тогда Он тебя увидит. Вот в чем смысл весь. Все. И да, хочу поблагодарить брата Виктора, вот ушел в Петеримов, у меня полетел компьютер, там занятия я как раз веду и у детей, и у взрослых тоже, ну, дети меня больше волнуют. И он поставил мне то, что надо, сделал аккуратно, так все, никакие у меня программы не пропали, старые, сделал мне новую программу, и там еще памяти добавил, все. Ну, что сказать, брату великая благодарность, помолитесь о брате Викторе, чтобы он оставался здесь все-таки. Он, видите, какой добродетельный, помогает, великое делает, компьютер, это общение наше с другими верующими людьми. Еще один человек попросился, чтобы я был у него поручителем, сам он в Литве живет, 42 года, и хочет очень сильно креститься, прям очень сильно хочет. Поэтому помолитесь, чтобы Господь открыл ему путь этот, потому что он Библию не знает, еще и не читает ее даже, вот, начинаю с ним трудиться, ему уже 43 года. Ну, желание вроде есть, ну, посмотрим, как это желание, во что выявится. Ну, и также продолжается занятие с детьми, благодарю вас. Вчера занятие я сделал по лагерю Стану, познакомил их с творчеством Игната Тихоновича, стихи прочитал им, а потом показал лагер Стан, слайд-шоу сделал, и вот, видишь, прокомментировал, чтобы они немножко заинтересовались, вопросы задавали даже. Так, дети от семи лет, ну, там, маленькие, не будем говорить, там, пятилетка еще, от семи лет, и вот, вчера девочки вышли, 14 лет, ну, мальчики там есть 15 лет, 16, Стефан еще выходит. Вот, как раз вчера было его крещение, батюшка его крестил, ему там, не знаю, сколько, годика, полтора, на два, он его крестил, показывал. Спаси Христос за вашу молитву. Слава Христос. Слава Христос. Еще какое слово есть? Да, Игнать Тихоновича благодарю, он мне подарил, вот, к истинному православию. А мне? За ревность. Я тоже хочу. Скажи, будь таким же ревным. По Богу. Игнать Тихоновича, что вам стало? В следующий раз добавляю всегда так, вам слово, осталось никого. Сюда. Мои слова, которые впереди, надо на первое место, оно касалось всех и молодежи. Я по теории, кому говорить-то? А говорить есть что? То, что мы ожидали, к истинному православию, вот оно лежит, 480 страниц, это 882. Это получилось у нас позавчера вечером, только привезли. Пятницу. Пятницу. Сильные. И когда уже приготовили, то сказали, нигде не найти такого, чтобы все в одной книге было собрано. Ну, брат стоит рядом, хозяин. Спаси Христос. Послава Божию. Так, первое. Второе. Мне скинули сегодня один ролик, о котором собрание было здесь, о березках, которые были. И вот Валентина Алексеевна, она сидела вот здесь вот. Ты это помнишь, нет? Да не помнишь. Батюшка говорит, ни руку не поднимает, ничего брякало. Батюшка остановился, вынимает ее, продолжает. Машина, причина ее нельзя остановить. Годится это. Значит, тебе дается твердый наказ. Здесь ни одного слова не приносить в этой стенке, без мое разрешения. Батюшка не может остановить. Ограниченное время. Своё долбит, а там можно было пойти спецназ приехал, ни с кем не разговаривают. Конфисковали там машины, все компьютеры у меня, где бредит, сама не знает, о чем говорит. За тобой это постоянно было. Ты слышишь меня сейчас? Если ты хочешь что-то, а кто у нас старшая сестра? Надежда. Надежда Гнуха. Надежда. Ты знаешь ее? К ней подойди, она мне передаст. Если тебе что-то прийти, ко мне подойти, когда приезжаешь. Одна минута, достаточно. Батюшка только начинает говорить, она опять бряхнула, батюшка на нее отворачивается, начинает ей объяснять, уже смеются все, ноль внимания даже. А со стороны, когда люди смотрят, а такой порядок у вас. Ты не только о себе подставил ножку, ты всем подставил ее. Там речь идет о том, что на нас напали. Мне в дверь стучат, эти токонозаторы, дверь, я только открываю, у меня четыре руки хватает, а я не обут, и ничего, и на улицу. Все в масках, ни лица ничего не видать с автоматами. Тебя не давили? Ты сиди спокойно. Вот начинают какие-то советы давать. Ну вот это вот, он что говорит, то столько с тебя. Это второе. Третье. Раньше были такие, одно, один коридор, одна кухня, а квартир несколько. Ну и вот, однажды один человек, знатный, встретился со своей учительницей. И она говорит, житие невозможно. Соседи заели. Я говорю, я говорю, ну надо зайти, захожу, они туда там полпачки соли, сыпанут я их. Ну они не знают, что делать-то. И к ней заехал человек, очень знатный, всемирно известный, писатель. Вот я специально взял, это третий том, вот там лежит, синенькое. И попрошу брата Игоря в ролях просчитать это, как ты умеешь делать. Вот отсюда. Помнишь, там говорят люди какие, учитель, кроме того, уголовники. Послушаем, потом я продолжу. Слушайте внимательно. А то не знают, как поступить. Вот как надо поступать. Мини-спектакль, да, такой? Какого соседа я хочу иметь? Да. Какого соседа я хочу иметь, такими должен стать сам. Живя на одном месте, ты сам соседей не заменишь. Это делает только Господь. Владимир Салаухин встретился со своей учительницей, и она горько пожаловалась на своих соседей. Порочи. Живут в коммунальной квартире, общая кухня, и ее решили выдавить из ее квартиры. И завладеть ее комнатой. И они ей разные пакости делают. Как интеллигентные люди, и все так тихоря. То в кастрюле соли насыпят, умудрятся, то еще лучше с дверью спички в замок пацан натолкает. Пообещал он своей учительнице, только бы она во всем была единодушна с ним в этом деле. Соседи, вы смиритесь, как? А ты напиши, мать, объявление на обмен квартирой. Нашел он такого товарища, что можно сразу понять, что он только что десятый раз из тюрьмы вернулся. Рассказал этому зэку всю обстановку. Соседи-то вначале не весь как обрадовались, что это им еще теперь проще будет завладеть этой комнатой. Только повесили объявление и тут же закатывается кореш с папиросой и через каждое слово мать-перемать весь в наколках. По лбу и под мышками по четыре змеи высиживает. Кто тут живет? Пальцевеерем. Эффертом так прошелся по кухне. Попутно в кастрюли заглянуть и показать, что в кармане по четыре гранаты с танковый пулемет на лестничной площадке и товарищи полкамеры ждут, не дождутся ночевки. Ваше было объявление? Понятно, мне тут сразу понравилось. Годится эта хата для нашей братвы. Говорит громко, что соседи все слышат. У меня на днях брат возвращается. Он семь лет отбыл за убийство. Ему как раз тут удобно до малины добираться. Тут ништяк. Халявно. Клевая квартира. Мать. Так поболтал по фене с полчаса. Ну это не совсем еще по фене. Что соседи вовсе там позеленели за дверью. Эти инженеры с учительницей вовсе были неверующие. Так плюгавенькие коммунисты слюнявые. А тут как взахался каждый про себя. Каких соседей Бог им послал. Все. Договорились. Сегодня еще денег нет, бабка. Мы за ночь сегодня добудем. Мы слово свое сдержим. Только ты не пьянься. Мы тебе что надо дадим квартирку. Здесь шконки поставим. Нормальная хата. Тут и малина наша будет. Соседи эту бабульку к вечеру на руках носить начали. Миленькая. Да сними ты объявление это. Да не будет от нас ни словечка никогда. И вовеки веков. Пока она с них не взяла точное обещание по всем неудовольствиям своим. Она все еще держала их в повышенной боевой готовности. На следующий день пришли уже втроем ребята. Привели таких же ухарей. И они сказали, что нашли получше. Но хату это будет держать на примете. Учить людей оказывается можно и соседям. Это неплохое лекарство. Святые часто имели соседями то гроб Господень, то рядом с монастырем селились. Такое соседство направляло мысли к небу. Сосед бывает хороший побудительной причиной к совершенствованию или причиной тоски по утерянному. Иногда говорят, показывая на соседа, почему у него есть, а у тебя нет этого. После изгнания из рая человека Бог поселил его не вдали, а по соседству сраин. И теперь от каждого комара от сорняков терпит тягу и все время помнит, что я потерял. Ну пробавку это кончилось уже? Да, кончилось. Положите туда. Вон там пустое место. Значит, нужно находить дорожку, как разговаривать. Понимаешь, у тебя то с соседями не ладно, то другое. И мне не молчало. Не молчало. Дальше тут говорится, что у меня соседи за всю жизнь, а я дома до 4 класса никогда не было, ни разу. Как летует милиция, ни одного плохого милиционера за всю жизнь не попалось. Понимаешь, как? Ты маленько, ты гляди, кто перед тобой, с кем, как. Тебя не обидеть хотят. Но я сегодня послушал, но еще сбросили. Ой-ой-ой. Совсем нам никуда не годится. Какие у нас главные сейчас вопросы? Я не беру там потеряевку. Готовим к изданию. Это попросили, и я согласился, издать все проповеди отдельно. И те, которые сейчас говорю, которые в видео, перевести на ворд. Напечатание. Ну, у меня уже примерно 34 человека помогают. Это не просто так. А потом на просмотр. А вот это, которые занятия в потеряевке были, 123 занятия первые годы, как образовалось. И они там по-разному везде, и все это взяли 123. Это 1320 страниц. Это надо полную редакцию провести. И я уже перешагнул за тысячи все эти дни. Все там встану утром в глазах, вот держишь, убывалью. И никак нельзя. Закончить надо. Ну, по милости Божьей, воздохните. Мне надо закончить. И сразу я это скидываю, откуда пойдут. Тут знаешь, кем занимаемся. Там Вячеслав. И новые проповеди, которые были, приложить тем, что были. Трехтомник, который Нового Завета, 752 страницы в каждом. Вот это вот четырехтомник, проповеди стиха. По 880 страниц. Если четырехтомник. А если у нас удастся, о чем думаем? Это будет 5. Пока думаем так. Будет 1320 страниц. Каждый тумб. То есть, это не видно, но там есть, что будет считать. Видите, как приготовлено, заламинированное. И они сначала по три в этой книги, которые держат там у него. Да. И они с целопаном, прочим таким. А потом вот раз фишки. А эти еще раз запечатаны. Там ни одна капля не попадет. То есть, это Можайск под Москвой. Везли на поезде. Привезли до Новосибирска, стоял на неделю. Тут стоит, машину завести не могут. Вначале перегружать, еще сломался погрузчик. И она уже привозит, считает, вещи, которые не вмещаются где-то. И мы тут таскали, таскали, я тут под ногами мучаюсь. Сумели сделать. Так что, если кому надо, приобретайте. Вот этот у нас полный комплект, ну без этих, без новых книг, 51 тысяча стоил. Эти вместе, которые новые сдали, 16 с половиной. И вот сейчас на неделю на полный комплект, это четвертый уже набираем. А те книги концовка идет. То есть, как-то думайте новые, которые есть. А не так, что взял все и посчитал. Почему я должен заботиться о пяти тысячах? Столько экземпляров. Первый экзамен издали. Тысяча была, второй три тысячи, а этот пять тысяч. Вот это. Ну маленько у себя какое-то хранилище делать или что-то. Купи, а как можно? Купи и дари. Нужно руки. А как? Можно покупать на десятину возвращения священника. Но если ты получаешь их, то продача не подлежит никому, только дарить священникам, чтобы это было действительно в такой форме. Там все вопросы решаются православные. Там документов сколько, которые с патриархии мне прислала патриархия Кирилла. от сегодняшнего, от митрополита все документы сфотографированы для будущего. Вы наоборот как-то подсказывали книги, там мертвым грузом лежат, но вторая ночь тут недавно. Но по дороге отцепили 500 институтеров в Москве наши люди, 500 там в другом городе, но 4 тысячи это у нас. И теперь я сказал, которые, а мне вот это нужно, по одному не будет, они запечатаны тремя. Бери три. А то распечатывают с одной книгой стоять на почте, а маленько думать надо. Другое дело, вот это ящик. Это коробка большая, она где-то вон там лежит, даже ее видно. Дальше. Маленькое дело. Уголь завезли у нас. Кто мог бы прийти, надо переколотить большие глыбы и забросить туда. Ну, где углянка. Ну, вот Михаил Петрович. Так. Нет Сергея, больше никого нету. Я даже не путаюсь, это бесполезно. Я вчера не думал даже причащаться, но ночью у меня ноги опухли. Я к батюшке подошел и утром исповедался тогда. Ну, исповедать что? Ведение, неведение. Из дома не вылазишь, ни с кем не встречаешься. У меня еще головы там замерзать начали-то. Я их комнату несу, отогреваю, они у меня там отожди, да еще дерутся. Туда надо раза два слазить. Воду убрал, теперь снегу насыпал, а они где едят, там туалет у них. Все надо разыграть, и потом каждый день несколько раз. Кажет маленькая, ну, люблю, это за любовь. Это пяти и води. Так, Виктор Андреевич, все на этом. Я хочу. Достойно есть такова истину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую хирургим, и славнейшую без сравнения с терапим, без искрения Бога, слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних распорей, от беззакония, которая в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, что божественную любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покавятся в неближении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, прави досуды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, что сокрыли имя Твое Бога и Егова. Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов в обея, Алло, Отче, Господи, научи нас темикратно в день прославлять Тебя за суты правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву воздьяния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед Пересолом Богодати Твоей, Божия. Соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Ты, Бог, сотворивший этот мир, сохраняющего, как здесь ждитель. Ты, Господь, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас, во благо нам, любящий наш Отец Небесный. Ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас, грешных, прими и исполни наши молитвы о всех заповедавших, нам молиться о них. И молимся о незаповедавших, кто услышали о Тебе о слове, о жертве Твоей. Коснись их сердец. Положи им твердо поверить в то, что примирение с Тобой, Отец Небесный, возможно только при жизни на этой земле. Что за гробом нет покаяния приемлемого Тобою. Тебе, Божья, хвала. Тебе слава, счастье, поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. 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 С Богом. Прости, Христос. Алилуйя. Слава. На занятия кто остается у нас?